Страшная трагедия унесла жизнь трехмесячного малыша. Пожар из-за короткого замыкания электропроводки произошел в частном доме в городском поселении Загорянский. Мама выйдет посмотреть, из-за чего начались перебои с электроэнергии. Обнаружила пожар и в результате уже не смогла вернуться в дом, чтобы спасти своего ребенка. К сожалению, это не единственный случай детской смертности на пожарах. 29 ноября трагедия произошла в Дмитровском районе. Погибли два брата, шести и восьми лет. В доме, в котором они жили, отключили электричество за неуплату. Освещение его свечами привело к печальным последствиям. Как правило, мы в силах предотвратить чрезвычайное происшествие. Для этого нужно неукоснительно следовать правилам пожарной безопасности. Не забывать отключать электроприборы и нагреватели, не включать газовые плиты для обогрева помещений. В частных домах, где происходит больше всего пожаров, внимательно следить за состоянием электропроводки, чистить дымоходы. Напомнить про периодичность осмотра печей, состояние дымоходов, их своевременной очистки. И следить за тем, когда топишь печь, чтобы не допускать ее перекала, чтобы не присутствовал притопочный лист обязательно. За состоянием электроприборов не допускать перегруза электрических сетей. Одно из решений – оборудовать помещение автономными дымовыми пожарными извещателями. Специальные датчики вовремя оповестят в случае угрозы возникновения пожара. Но если все же возгорания избежать не удалось, пожарные напоминают правильный алгоритм действий. Наталья Медведева и Игорь Поляков, телерадио компания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова